Эй, всем привет, мои сладкие малыши! Ну что, сегодня у нас с вами рубрика Лютый Крафт! Это те самые видео, где из всратой старой ненужной одежды я делаю что-то, что потом ношу. Кажется, вопрос на тему того, какой у тебя любимый цвет в одежде, достаточно очевиден. Нет, это не розовый. Ну что за парикет Егерл Боя? Подожди, Егерл Боя не может быть Егерл Боем, потому что Егерл это буквально девочка. Ну и что вот на это ответить? Дело ведь, что на модном приговоре. Вещь номер один. Старая всратая юбчонка. Здесь должен был быть переход. Желательно не обосрать полы. Меня на эту юбку вдохновил буквально мой ковер сзади. Я хочу сделать вот эту вот старую юбку, которую я очень люблю, я прям безумно ее обожаю, но я понимаю, что она уже морально все. Я хочу с этой стороны сделать крупную шашку, знаете, ну типа как вот рейсерскую. Эту сторону не трогать, ставить ее просто черной. И будет у меня такая половинчатая юбка. Привет, шотор Тодороке. Передаю тебе привет. Пожалуйста, поставьте шотор Тодороке лайк. Хочу, чтобы эта сторона у нас была в шашку, а это осталось как есть. Мне предстоит бурная долгая ночь. Я решила переодеться поудобнее. Нам понадобится скотч, белая краска и стенка. Мы, короче, с вами сейчас берем скотч, все это проклеиваем. Желательно тоже зафиксировать юбку, чтобы она потом у нас никогда не летала. У меня был только малярный скотч, поэтому я использую именно его, хотя можно использовать обычный. Сейчас мы все проклеиваем, и теперь я пытаюсь сделать, возможно, вот эти вот квадратики, шашечка. Я, естественно, использую при всем при этом линейку, чтобы у меня получилось ровно, так как мы хотим, чтобы получилось все-таки неплохо, а хорошо. Ну, насколько это возможно, хорошо. Я разлиновала все клеткой, теперь я беру снова строительный скотч, и все это обманываю так, чтобы какие-то части у нас были белые, а какие-то вот такие. Блин, на самом деле, я очень сильно люблю Героевскую Академию, это мое любимое самое аниме, меня миллиард раз спрашивают, почему, почему? Я с героев познакомилась в тот день, когда начался карантин. И на карантине я безумно страдала, потому что я очень социальный человек, и я очень сильно остро воспринимала то, что мне нужно находиться буквально в заточении, и я сходила с ума. Я пересмотрела Гентам, а потом уже десятый раз, я пересмотрела всякие кусо, и я потом наткнулась на Геройскую Академию, я увидела Бакуга, и все, мое просто, я даже не знаю, какого стажа Фапани на Гарочку, быстро сменилась Фапанем на Бакуга, более молодой муж. Это единственное реально, что вытащило меня из вот этого ужасного кризиса, потому что если я бы не наткнулась на Геройку, типа я просто даже не знаю, потому что это буквально меня спасло, понимаете, какое крэйзи. Вот, и после этого говорят, что они бы разрушают психику, но и мою психику они бы просто спасло. А как вообще вы со своими трудностями справляетесь? У вас есть вообще сейчас какие-то проблемы, которые вы не можете решить, и может быть вас что-то спасает? Что вы делаете вообще, когда вам очень плохо? Реально, вот что вы делаете, когда вам прям совсем очень-очень плохо? Берем акриловую краску и красим в надежде на то, что не изговняем вещь. В моей голове выглядит это так чудесно. Я хочу делать прям не очень аккуратно, чтобы выглядело прям круто, потому что если сделать аккуратно, она будет выглядеть покупным образом, а я не хочу, чтобы это выглядело как покупная вещь, я хочу, чтобы она выглядела именно как кастомная. Пусть сохнет где-то часа два, пока займемся следующей вещью. Рубашка, мне она очень нравится, кстати, я меряю еще с юбкой юбкой, в этот момент еще не закастомизирована. Она прям клевая, я тоже очень люблю, но я увидела очень приколдательную идею, и хочу ее повторить. Будет, конечно, безумно жалко, если у меня ничего не получится, но я верю в то, что получится у меня, и получится у вас. У всех на все должно получиться. Ребятки, мы с вами все сделаем, вы же мои сладкие пусечки-малыши. Когда я только повесила эту восторгательную картину, я сразу отправила ее мамке, и мама такая, о, современное искусство, это круто, наконец-то стала интересоваться искусством, и я просто, что, что, мою маму не переиграть, вы знаете, иногда кажется, что я достаточно странный язык, но нет, вы просто мою маму не знаете, вот просто вбес. Это не ритуал призыва всяких там дьявольских отродей, я так пытаюсь показать юбку и рубашку. Для следующего кастома понадобится крыловая краска, я буду использовать красную, и красный контур. Блин, я боюсь работать с контуром, потому что я не умею работать с контуром, а его еще открыть нужно. Блин, зачем? Почему так делаете? Ну ай, весишь на меня. Я очень надеюсь, что будет норм. Карандаш. Ну вроде выглядит прикольно. Ну что, пробуем обвести. Ладно, вроде это казалось менее страшно, чем я думала. Когда я сижу и делаю кастом, я очень сильно углубляюсь в свои мысли, потому что я прям получаю максимальный релакс от всего этого занятия. Вот сейчас я очень сильно загналась, потому что мне кажется, что на самом деле я никому не нужна. Ну в том плане, что как бы у меня вроде много знакомых, много там друзей, я целыми днями с кем-то общаюсь, но насколько я вообще представляю ценность для этих людей? Зачем они вообще со мной общаются? У меня нет какой-то травматичной истории, которая со мной произошла и почему я загналась. Просто я сейчас сижу и пытаюсь понять, а зачем все это? Почему люди со мной общаются? Почему люди меня смотрят? Типа, ну вот не будет меня завтра и что изменится? По-моему, ничего не изменится. Всего лишь какой-то чел. Не знаю, что делать с этим состоянием. Ну да ладно, главное, что мы сейчас накрасим пуговицы. Сусатой моего роста выглядит так. 20 минут рефлексии спустя. Здесь, очевидно, еще очень далеко до засыхания. Ладно, нет времени на рефлексию, это все другая история. Есть у меня вот такие вот джинсы, они прям восторг, но не настолько восторг, чтобы можно было продолжать их носить. Короче, смотрите, запомните эти джинсы, вот какие они сейчас есть и какие они будут. Берем линейку, берем ножницы, лапки, ну, девочки, с богом, в которого мы верим. Или не верим. Режем нашу штанинку. Умоляю, можно не срать. Ладно, у нас теперь две штанины. Теперь, короче, берем булавки и хреначем. Кстати, я всрала. Так, с одной стороны штанина готова. Переворачиваем. Блин, ребята, это выглядит очень прикольно в жизни. Я очень надеюсь, что камера передает, но это прям клево-клево выглядит. А еще я думала, что штанина будет как будто бы ниже вот этого, но нет, она идеально подходит по размеру. И теперь я хочу сделать здесь еще один вот такой вот ряд абсолютно такой же и тоже все это проштимповать, потому что мне прям очень нравится, как это выглядит. Блин! Еще, думаю, можно какие-нибудь красные элементы добавить, чтобы здесь у нас были горизонтальные линии, а здесь, например, вертикальные. Фух, пока я мечтаю, что все получилось ровно, ответьте мне на вопрос. Эрбот, о чем вы мечтаете? У нас есть какая-нибудь прям глобальная мечта? Может быть, кто-то мечтает завести друга, кто-то хочет собачку. Ну, я не знаю, о чем вы мечтаете? Блин, мне кажется, было лучше, когда была одна. Я не знаю, но мне кажется, было реально лучше, когда одна была. Ну, вот. Черт, ну, теперь вся надежда на то, что я доделаю эти штанины и будет классно выглядеть с дополнительным кастомом, потому что сейчас мне уже не нравится. Ладно, мои колки, мы еще, нужно сделать кофе и успокоить нервишки. Уявился шанс на спасение, я нашла вот такой вот патч. Пока патч схватывается и остывает, юбка тоже готова для того, чтобы нанести на нее второй слой. Время 12 ночи, я решила, что мне нужны пельмени. Класс, ночные пельмени. Да, я ем пельмени в остром соусе в час ночи. Теперь я хочу сделать от вот этой вот штуки как будто здесь течет, я даже не знаю, ну не кровь, просто что-то красное, как будто красная краска сюда стекает. Мне кажется, будет клево и достаточно должно получиться объемную. Пусть сохнет. Ну что, мои сладкие малыши, у нас с вами, кажется, здесь все точно получается. Сейчас я беру черный контур и рисую на глазах такие типа дьявольские из дурачки. Блин, ты что, высох? Ты что, дурак? Ты дурак? Ты тупой? Ты зачем высох? Ты что? В конечном итоге надо было ждать, чтобы краска на всех вещах успела просохнуть и я ушла спать. Пошел второй день, всем доброе утро, вчера все затянулось очень поздно, поэтому продолжаем сегодня. Давайте посмотрим юбку, это прям первое, что меня волнует. Так, ну юбка, очевидно, высохла, это сто процентов. Ой, блин, здесь очень сильный затек, как так вышло, здесь прям огромный затек, прям как в том салоне, где вот эти ногти делали. Ужасный, ужасный затек, зачем ты так затек? Ну затек! Короче, когда я увидела, что у меня эти ужасные затеки, в каких-то моментах краска просто очень хреново неровно легла, я подумала, что все, юбке конец, ее никак не спасти, это выглядит ужасно, но потом я решила, блин, у меня столько маркеров специальных для ткани, у меня столько просто другой черной акриловой краски, почему бы не взять и просто руками вручную уже не доработать. В итоге я потратила на это, ну где-то минут 15-20 и вроде получилось неплохо. Ну вот, так что если вдруг у вас тоже что-то растечется, просто потом возьмете и сверху перекройте черным, это прям все классно потом будет выглядеть. Я надеюсь, что я не зря так долго сидела сейчас на этой юбке и правила косяки. Осталось дождаться, пока черная краска высохнет и прогладить все утюгом потом. А вот и рубашка с глазами дьявола. Вечам и густ. Ну когда у тебя просто кинг на красные глаза, это хочет, чтобы он был буквально везде. Рубашку было сделать, ну прям до ужаса, вообще просто. Заправлять ее в пижамные штаны отличная идея, чтобы показать, насколько классно это выглядит. Но в целом, если у вас есть какая-нибудь старая рубашка, то она у нас прям, ну задолбала пипец. Попробуйте. Реально выглядит очень прикольно. Очень, ну так, интересно. Я, наверное, еще хочу здесь добавить булавок. Или, может, вот здесь так вот добавить булавок. Вот. Так. Нет, булавки лишние. С этой стороны у меня каким-то образом вот так вот порвался кармана. Сначала я думала, ну надо его зашить. А сейчас я думаю, а зачем его зашивать, если я могу заколоть его булавками. Будет прикольно, если булавка в жопу залезет. Блин, выглядит просто, но очень прикольно. Мне нравится. Кабум! И портки! Боже мой! Я не знаю. Я в восторге. Ребят, я очень надеюсь, что вы разделяете мой восторг на тему вот этих вот портков. Потому что выглядит это ну просто полный харадзёв покупка с Алиэкспресс без смс-регистрации. Единственное, что когда я уже надевала эти брюки, это, естественно, было не на видосе. Я как-то, ну, как обычно засунула мою ногу. Это неправильно, потому что булавки, они, короче, всю мою ногу обзярили. Поэтому, когда у меня будет побольше времени, я залью все вот эти вот булавки, ну, вот таким вот образом, жидким клеем каким-нибудь из клея-пистолета, чтобы они меня не продырявили, потому что, в принципе, да, я поняла, что я могу дать сесть, и это будет пиздяо. В целом, мне кажется, очень секси. Надеюсь, вам так же нравится. Я считаю, что нам нужно сейчас кстати, когда вы смотрите это видео до конца, напишите, какая из трех вещей вам понравилась больше всего. И да, если вы будете это что-то повторять, обязательно отмечайте меня в институте. Я буду вас что делать? Репостить и лайкать. Лайки. Вы готовы узреть силу юбчонки, которая получилась? Это круто. Мне очень нравится. Я вообще в ужасе от того, насколько прикольно получилось. Ребята, короче, да, я очень сильно ее гандошила, потому что я неправильно наклеила изначально эти квадраты, но, 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 подождите. Короче, блин, я сейчас одела эту юбку с нормальной одеждой, но с нормальным верхом, чтобы снимать тиктоки, сделала нормальный схеш, и не вообще пипец как нравится, потому что, по-моему, это реально будет вообще класс. Не до тропинки, сейчас там рубля, вижу тебя, влюбляюсь в тебя, лё-ля-ля-ля, лё-ля-ля-ля-ля-ля, лё-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Всем привет! Это был маленький спойлер.